Депутаты Госсовета приняли единогласное решение выйти с законодательной инициативы о запрете продажи жевательных и сосательных никотин, содержащих веществ, на федеральный уровень. Речь о так называемых снюсах. Эти модные препараты – новая угроза для подрастающего поколения. Сигналы об их распространении регистрируются все чаще в нашей республике. Депутаты также решили провести консультации по теме с профильными ведомствами, представителями торговля также внедрить обязательную профилактику среди школьников. В употреблении вот этих вот никпеков, или как, снюсов, говорят, вовлечены школьники 5-го, 6-го, 7-го класса. И употребляют они его, понимаете, не с целью того, чтобы испытать какое-то обуманивающее, а с целью интереса. Это не запрещено. Если когда я заинтересовался этой темой, я залез в интернет, и везде в первую очередь всплывает информация о том, что это безвредно, это не запрещено, и это можно спокойно употреблять. И опасность заключается в том, что тем самым мы, возможно, каким-то даже своим бездействием культивируем в наших детях зависимые поведения. И в дальнейшем, когда у ребенка это сформируется, они вынуждены будут искать новое, более крепкое психоактивное вещество. Или это на данный момент у них будет алкоголь, или, дай бог, наркотические вещества. Тут велика роль гражданского общества. Давайте будем апеллировать. И все-таки сделаем все возможное, чтобы все граждане, без осведомления об этом, включились в борьбу против этого самого зла. Кроме того, у нас в основном распространением занимаются торговые сети. И я знаю, что федеральные торговые сети как раз такие, так сказать, основные игроки на этом рынке. Поэтому предлагаю на всех площадках попытаться собраться, договориться с торговыми сетями, для того, чтобы они в добровольном порядке отказывались от продажи этих самых веществ. Торговля с нюсами, содержащими табак, уже запрещена. Однако производитель воспользовался, как выяснилось, пробелом в законодательстве и отныне выпускает опасное вещество в виде жевательного табака, леденцов, конфет. Содержание синтетического никотина в них превышает, как правило, концентрацию никотина в пачке сигарет. Продолжение следует...